мир всем сегодня воскресенье выходной день по просьбе трудящихся так скажем решили снять ролик о поюрках для курей для кур вот собственно я это нашел в интернете сам ничего не придумывал у меня это работает и решил поделиться еще человек попросил досконально объяснить там сфоткать соответственно уже не выходной день а тут в чистой одежде значит емкость у меня это евро куб на тонну вот мне очень понравилось набираю воды и там для моего хозяйства хватает на месяц наверно где-то просверлил здесь дырки дырку для шланга значит выбрал самый простой шланг покупал магазине он что-то дешевле всех стоил там как-то одна вторая что ли ну где-то вот сантиметр 10 миллиметров диаметр вот то есть на него дешевые были вот эти тройнички соединительные такие вот заглушки значит вот куда как бы этот шланг подсоединяется везде я проволочка подтянул чтоб не капало там на него же шланг этот кран вот такой там 24 рубля то есть вообще как бы все дешево вот ну и соответственно дальше потом все это провел уже в курятник значит для самих поилок труба называется пвх по моему что ли вот это для соединения это для отопления по моему применяется выбрал диаметр то есть диаметр можно разные найти я выбирал диаметр чтобы можно было опять же вот канализационные муфта вот она видео очень подходит то есть я представил что вот так вот с одной стороны я это закрою потом заглушкой вот так чик с этой стороны и с другой стороны вот такая же муфта значит и соединительная штука вот для шланга будет это я увидел в интернете как один человек прям непосредственно он показывал как он делал я покажу проще то есть я здесь не буду делать просто покажу примеры значит трубу эту там расчертил ровную линию по сантиметрам не помню я 15 что ли сантиметров отступал от каждой наверно даже какие-то нормативы есть насколько кур должно быть поилок или там уток не знаю вот значит вот такая поилка и сейчас разной модификации очень много туда ждет на китайском написано то есть все это китайская хотя есть и российские производители железные есть вот они писан то есть он раскручивается вот сейчас как бы не это не уронить ага там шарик то есть тут вот такая штучка вот потерял сейчас быстренько все это соединю дело обратно закручиваем это говорит о том что ее можно заменить то есть если какая-то часть вот это сломалась и открутил там выкинул значит здесь вот заметьте есть резиночка прокладочное такое кольцо очень хорошо значит вот эту штуку синенькую я выкинула она мне не нужна вот расчертил здесь просверлил там сверлом или пером чем угодно дырочки нужно посмотреть вот этот вот диаметр герезьба там не знаю 6 может быть начать с меньшего чтобы больше не просверлить вот просверлил потом взял закрутил вот просто тут резьба есть она как бы сама закручивается туда естественно силиконом все это еще обработал здесь тут вот это колечко и как бы прям плотненько так все это дело получилось значит вот такая поилочка ниппельная продавалась для уток вот соответственно она как-то вот боком выглядит тут вот она даже по моему не закрывается она 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 закроется когда вот тут если просверлить туда вставить то она вот должна защелкнуться собственно вот у нее защелочка вот либо там еще на меньший диаметр ну по моему у меня по моему защелкнулась вот сейчас посмотрим соответственно тут тоже есть резиночка вот она которая не дает в воде значит проходить вот для чего нужны каплю улавливатель я считаю это нужный элемент потому что обычно они пили просто продают то есть там 60 80 рублей зависимости от качества вот если вот такая вот такую я за 100 рублей купил то есть полностью уже в этот это тоже сменный элемент вот она тут отцепляется и меняется тут такая штучка тоже можно прицеплять на эту кругу на эту или меньше каплю улавливатель для того чтобы если значит устроен самотек опять же может быть зависимости от давления которое будет подаваться сюда то есть вот у меня тонна и там она уменьшается конечно как бы всем давление определенно есть и вот этот сосочек он подкапывает вот в любом случае будет подкапывать наверное значит капельки собирается здесь курицы прямо отсюда в пьют бывает бывает она здесь пьет чтобы мимо не лилась сюда то есть это лучше как бы меньше разводить сырости там соответственно я считаю что они очень нужны вот они бывают тоже разной модификации там либо он немножко под наклоном бывает там с двух сторон как вот сейчас посмотрим у меня ну вот данном случае вот такие то я купил для там для уток новый паилки еще не сделать пойдемте в курить значит вот на труба шланг этот подходит на хомутиках тоже закрепил подходе сюда здесь опять же соединительная соединительная штука такая вот как я там показывал входит в муфту вот канализационную такую отсюда сделал здесь с одним таким отверстием для шланга натянул значит еще очень хороший такой как бы секрет что ли не знаю вот это шланг он достаточно жесткий я взял теплопистолет вот берешь обрабатываешь вот это вот начало у шланга как бы воздухом обдуваешь прям горячим таким и он становится прям не то чтобы ты его расплавливаешь а прям сильно мягкий и в этот момент как раз начинаешь надевать и когда она надеваешь то что он потом как бы опять приходит свою форму жесткую и практически прям железно все застывает ну еще везде проволочкам потянул как бы для лучшего для безопасности так скажем вот значит сделал тут такой бревно там кто что делает этот брусок на него повешал значит на соединители купил такие вот эти советы держатели что ли они тоже продаются в магазине там под голову под трубы под такие водопроводные вот значит соединил не соединил а установил их вот сюда и все это есть она держится это у меня две как бы утинные покупал мне тут утки были но сейчас другом они отделение вот собственно видно что водичка она скапливается здесь мы все равно поменьше сырости здесь вот такие поилки по моему сантиметров 15 или 20 в общем-то для кур этого достаточно здесь тоже вот и собственно собственно и все то есть тут их можно как-то крутить вертеть не знаю куры куры они сами очень быстро сами прямо поняли что с этим делать вот эта штучка там я чик-чик-чик теребишь как бы еще и тут водичка льется даже никаких в этих проблем в плане там обучения то есть они молодцы сами зачем вот эти саморезы то я сделал чтоб как бы палочка как жердочка куры обычно сразу начинали сидеть здесь начинают вот поэтому там не знаю можно не саморезы что-то другое установить чтобы чтобы они тут не сидели вообще не ломали очень удобная штука в плане как бы все это денег стоит конечно ну небольших денег но денег стоит зато ты не тратишь время на то чтобы каждый день там менять воду потому что они и марают все равно там клюв грязный то ногой туда наступит а тут каждый день у них чистая вода получается сейчас еще пойдем посмотрим по такому же принципу у меня поилка для коз так вот она собственно поилка для коз вот тоже очень удобно как я уже сказал что это чистая вода для кур и ну как бы это очень важно для их яйценоскости и для коз также особенно для молочных вот такой шланчик подходит этот а поилкой очень хорошо раз вот ну это же их учить не надо было там что-то потыкали с мордочками и уже в это они поняли сразу значит был такой момент когда я только 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 сделал пробовал думаю почему воды нету либо там по чуть-чуть по чуть-чуть идет либо вообще не идет я думаю в чем дело думаю кто тоже говорю да вот у тебя диаметр маленький надо было больше покупать на самом деле дело не в этом и потом уже к опытному там обратился человек он подсказал воздушная пробка вот сначала когда ты сделал обязательно то будут воздушная пробка и этот воздух надо как-то выгнать вот то есть ну как там берешь этот шланг там по пути как-то его поднимая чтобы ты представляешь что как будто тут эти пузырьки чтобы они уходили правда мы весь шланг проработали и то есть пузырьки ушли и все сейчас прекрасно стало вот значит здесь у меня просто идет а там по низу я утеплил его вот такие вот спененные спененная штука шланг чтобы чтобы не переморозило потому что где-то примеру по низу если в сарае у меня примеру плюс 3 самый холод то по низу там все равно может быть 0 может быть какой-то минус даже может быть то есть был был уже случай когда так перехватывал а я потом отморозил и и утеплил посильнее вот собственно основные секреты и все как бы очень удобно сено закинул там воду я им не приношу вот там у них соль есть они всегда когда надо побили всегда водичка свежая и в общем-то все довольны поэтому вперед делайте у вас получится должно быть лучше чем у нас если вам понравился этот ролик ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного а